Строительная работа во втором корпусе школы на пятой просеке близится к завершению. В здании уже завозят парты, мебель и оборудование, которое необходимо для образовательного процесса. Осталось благоустроить прилегающую к школе территорию. Сейчас специалисты укладывают финишный слой асфальтового покрытия и приводят в порядок двор. Ударными темпами производим сейчас увеличение численности рабочих. Сейчас работает уже под 250 человек на объекте. И ежедневное увеличение отделочников на 10 человек как минимум происходит. Образовательное учреждение откроет свои двери для школьников 1 сентября будущего года. А уже с апреля здесь заработают первые творческие кружки и секции. Примерно в то же время для ребят распахнет в своей двери детский сад на подшипниковой 27. В настоящее время здесь идут работы по установке малых архитектурных форм на детской площадке и обустройству теневых навесов. Внутри здания завершен монтаж потолочного покрытия, покрашены стены и с текущей недели в дошкольные учреждения начнут завозить мебель. Все строительные работы специалисты завершат к Новому году, а своих первых малышей детский сад сможет принять в конце апреля. С момента ввода до запуска детей необходимо оформление ряда документов, таких как лицензия на образовательную деятельность и заключение санитарно-пенемиологическое. И от пожарных служб о безопасности этого здания обычно это занимает порядка 2-2,5 месяцев. На финишной прямой строительство детского сада на Ташкентской 166 на объект уже завезли оборудование, завершили работы по установке дверей и освещения. Осталось подключить здания к теплоснабжению. В ближайшее время в дошкольные учреждения завезут чернозем и займутся высадкой цветов и кустарников, которые дадут свои первые всходы весной. Для того, чтобы они прижились, специалисты выбирают специальные сорта, которые можно высаживать зимой. С первыми весенними лучами солнца зеленые насаждения расцветут и будут радовать своих маленьких воспитанников почти полгода до первых заморозков. Ольга Павлова, Константин Головин. События.